Вот начался. Благословен Господь, я вот на тему церкви читаю первое послание Коринфянам, 12 глава. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Те, кто крещены Духом, те вошли в тело Христа. Те, кто напоены этим Духом, те в теле Христовом. Крещение Духом выражалось в духовных дарованиях и в плоде Духа. Люди жили Духом и ходили по Духу, и рожденный свыше не грешит, и в его жизни проявляется плод Духа. И я вижу, что после II-III века идет ударение не на то, что вы члены тела, потому что вы крещены Духом, и потому что вы напоены Духом, а потому что вы причащаетесь. Как бы таинства, церковные таинства выходят на первое место, а действия Духа Святого, крещения Духом Святым перекрываются таинствами, такими видимыми, в которых человек может участвовать даже без веры. Как вот младенцев крестят без веры и причащают без веры, и они при этом еще некоторые плачут. Нет, я хотел бы вопрос, это понятно, что ты немножко затрагиваешь тему о причащении. Я сейчас говорю о границах церкви, где церковь есть и где она заканчивается. Как можно отделить, что это исповедующий даже Иисуса Христа, даже христианин, но он не входит в церковь, понимаешь, не входит в тело его, где границы-то. Ну, допустим, есть понятие еретик, да, допустим, есть понятие еретик в Библии, четкое понятие еретик. Кто такой еретик вообще, да? Каким образом этот еретик, он не входит в тело Христова? То есть, что такое тело Христова, то есть, что такое церковь, кто такая церковь, где ее границы, где она заканчивается. Понимаешь, о чем я хотел сказать? Я поэтому этот стих и прочел, что тот в теле, кто крещен духом, и тот, кто напоен духом. Например, православные апологеты, некоторые вот из группы Али, там, в Вайбере, мне пишут, что по православным догматам Ленин и Сталин являются членами тела Христова, потому что они члены православной деноминации, потому что они были крещены и были причащены. И хотя они там отступники или как-то согрешили, но они якобы рождены свыше, они дети якобы Божьи, они якобы члены Христу. То есть, все проводится через таинство, через учение о таинствах, которые не требуют веры от человека. В омладенчестве его крестят и причащают, и он вводится в церковь православную. Ну, ты сейчас рассматриваешь с точки зрения поступков. Понимаешь, ты, если здесь как бы двоякая вещь получается. Это крещение, да, в данном случае, это договор человека с Богом, да, это завет с Богом, правильно, да? С одной стороны, это Бог делает, с другой стороны, человек делает, понимаешь, да? Если человек не исполняет свои обязанности, это не означает, что Бог не исполнит свои обязанности. То есть, Бог крестил Ленина, Бог крестил Сталина. Если они не исполняют его обязанности, то проблема уже Сталина и Ленина. Но их нельзя и говорить о том, что они не были членами церкви Христа. Да, изгоняются из членства тела Христова только те, которые искажают вероучение. И тем самым, не просто искажают, а проповедуют об этом и тем самым создают новое вероучение. То есть, ересь намного хуже, чем даже с дела того же Сталина и Ленина. Нет, почему? Вот послание Галатам, дела плоти известны, и там есть ереси, и там есть и убийства, пьянства, бесчинства. Так и те, и другие царства Божие не наследуют. Да, мы же не говорим о том, что если ты член церкви Христовой, ты сразу же наследуешься Царством Небесным. Они приняли крещение. Ленин принял крещение в православной церкви? Да. Сталина принял крещение в православной церкви? Да. Христос, Бог, со своей стороны их крестил или нет? Он исполнил свой акт со своей стороны. По большим вопросам. Почему по большим вопросам? Потому что, когда Дух сходит на человека, человек становится новым, и у человека начинаются дары Духа. Мы получаем начатки Духа Святого, там в Евсианах написано. В Деяниях Апостолов написано, когда Дух сошел, люди начали пророчествовать, благословлять Бога, говорить иными языками. В разных городах разные проявления даров Духа. И тут в 12 главе Коринфянам описано очень много даров и действий и служений Духа, которые действовало. Ты пытаешься сейчас взять со стороны и посмотреть на дела Лейна. Дела Лейна мы видим только в последние годы его жизни. Понимаешь? Мы не знаем, какой он был там в юношестве, в детстве. То есть полностью сказать там, мы не можем сказать. То же самое и Сталин там. Он в семинарию, допустим, заканчивал. Но мы сейчас, понимаешь, мы сейчас с тобой пытаемся влезть и начинать судить по их делам. Ну, бессмысленно, понимаешь? Вот. Я считаю это дело. Я не судья, и не Бог, чтобы человека судить. Я сейчас сужу с точки зрения самого акта. Совершился акт крещения? Да, совершился. Потому что Бог крестил. Если человек не исполнился обязанности, то проблема у человека. Он будет отвечать перед Богом за свои поступки, за свои дела. И там уже решится, достойный или недостойный. То же самое касается Лейна и Сталина. Все. А то, что акт совершился, это дай мне. Это то же самое, знаешь, это мне один протестант, он мне сказал так. Я принял крещение, значит, православной церкви, мне было 24 года. Ему было 24 года, во взрослом состоянии он принял крещение. Вот. Да? Но я потом пошел, значит, потом, значит, я пошел, набухался, он мне сказал. В этот же день. Потом, когда пришел он к баптистам, он перекрестился. Я говорю, а почему ты перекрестился, говорю? Но я же крестился не по вере. Я говорю, понятно, ты, может быть, и крестился не по вере. Ты, может быть. Но со стороны Бог, Бог тебя крестил или нет? То есть ты со своей стороны рассмотрел, а Бог тебя крестил или нет? И он сразу же что-то не понял вообще, о чем речь вообще, понимаешь? То есть ты рассматриваешь человеческую сторону, понимаешь? Но ты не рассматриваешь Божию. Бог дал власть крестить апостолам и дал власть потом через апостолов остальным крестить. Это он дал власть, прощать грехи через крещение. Эту власть он дал. Соответственно, они полномочены от имени Бога, прощать грехи и крестить, и вводить церковь Христову от имени Бога. Но уже это первая сторона Божия, а вторая сторона человеческая. Понимаешь? Ну, написано в первое послание Иоанна, если исповедуем грехи наши, то Он, с большой буквы, Господь Бог, прощает нам грехи наши. Значит, исповедуем перед Богом свои грехи. Исполненный Духом, пророк и царь Давид пишет, тебе единому согрешил я, прости меня, омой меня многократно, очисти меня. То есть покаяние перед Господом и исповедание перед Господом, это не упраздняется, не упраздняется. Поэтому, я сейчас говорю, что поэтому церковь, как бы, это какие границы церкви, в общем. То есть и то же самое возьми, церковь это Новый Израиль. По тому же принципу, как Израиль входил, то есть израильтянин входил в общество израильское, по тому же принципу, что входит христианин в церковь. И там написано, что апостол Павел сказал, что все прошли через крещение в море, но не все дошли до обетованной земли. Они все крестились, понимаешь, все крестились в крещение Моисеева, допустим, прошли через море, но не все дошли до обетованной земли из-за разных своих гнусных поступков, многие люди. Но никто не скажет, что они не израильтяне, они были израильтянами, они прошли крещение через море, допустим, они были израильтянами, но они не все дошли до обетованной земли, потому что они погибли за свои грехи. Уже такая же ситуация, одинаково. Человек принял крещение, он вошел в церковь, в Божие царства, Бог его ввел, это Бог его ввел, а остальное осталось до человека, как он дойдет до конца уже. Дошел до конца, все, до свидания. Не до свидания, а здравствуй. Если, или до свидания, пустыня. Если человек в теле, то он крещен Духом и он напоен Духом. Если человек крещен Духом и напоен Духом, то он в теле Иисуса. Крещение Духа выражается в дарваниях Духа, в плоде Духа в жизни человека. Человек становится новым, у него появляются дары. Ты же мне говоришь, что якобы Ленин окрестил Господь Бог. Я впервые слышу такое заявление, но вот это вот менталитет детокрещения, что без веры совершается крещение, и это значит от лица Господа Бога мы крестим неверующего младенца. Потом он вырастает убийцей. Ты хочешь поговорить о крещении? Поговорим о крещении, потому что немножко не понимаешь, что такое крещение вообще в этом случае. Нет, давай лучше уже будем держать темы. Поэтому, Игорь, в данном случае ты просто не понимаешь, что это крещение, да, то есть с точки зрения богословия православного. Поэтому немножко тебе сложно понять. Мне так написали православные апологеты с таким жаром, что через крещение Ленин и Сталин были сделаны детьми божьими, рожденными свыше. То есть крещение без веры, младенец веры не имеет, засчитывается как рождение свыше. Младенец не имеет веры, его родители имеют веру. А могут и не иметь, могут по традиции крестить ребенка, могут за деньги крестить, чтобы не заболел. И мы не знаем, с какой веры подходили родители Сталина и Ленина. И просто это на уровне догмы. Вот догмат такой, все, держимся этого догмата и начинаем гнать неправославных. И подстрекать пьяненьких православных мужичков, чтобы они взялись за колья. Как у нас рассказывают, что в деревнях там снимали шифер, арты бактист такой-сякой проклятый. И не наш. Вообще апологеты православия своим по ютубу высказываниями, они людей настраивают против инославных. Мы сейчас дела пытаемся опять-то судить. Мы не разговариваем про дела, мы рассказываем про вероучение, понимаешь, да? Мы общаемся по поводу вероучения, как православная церковь учит этому, а не как, что там человек делает, какие-то дела наделал, понимаешь? Ну да. Слово сказать. Не хотел бы слышать, да, какие злые дела делают во имя православия тут у нас в Кишиневе. Да и не только тут. Это везде, это повод. Ну, это, может, церковь не учит. Наша единственная верная церковь и все остальные еретики. Спасать их огнем, как бы из огня. Я не обсуждаю дела людей. Я не Господь Бог, чтобы что-то судить, правильно он поступает или неправильно поступает. Я сужу с точки зрения вероучения. Получается, что вероучение определяет человека. Если у человека злые дела, значит, он в неправильном вероучении. А иначе получается, что у православных или у католиков вера истинная, древняя от апостолов. Но живут они, вопреки заповедям, оскорбляют Господа в своей жизни. А инославные, которые якобы самозванцы, верят неправильно, но живут почему-то по заповедям. Кто? У меня вот есть знакомые, которые вот уверовали, обратились к Господу на дому или в поезде. И с того дня перестали курить, блудодействовать. В общем, начали жить по заповедям, по нагорным заповедям Иисуса. Ну, мусульмане тоже бросают курить и пить, когда обращаются в ислам. Не знаю. Ну, я знаю. Я же знаю, просто таких много примеров. Ты можешь просто открыть YouTube, допустим, или TikTok, и просто набери там, кто обратился в ислам. Он тебе все расскажет по своей жизни, как они молятся Аллаху, как он был, жил до этого, как он тебе живет сейчас. Не знаю, я этих... Ну, слушай, это любая. Возьми свидетеля Игова. У них тоже изменения в жизни происходят. Он был там такой-то, такой-то, потом стал верующим, и у него жизнь изменилась. А ты разговариваешь с Иговистами? Конечно. Я не вижу в них сходства, допустим, с евангельскими верующими. Да, при всем не сходства. Или пятидесятниками. При всем не сходства. Сходства именно в духе. Вот у стражевой башни, вот у них чувствуется какая-то зацикленность такая. Они как бы на роботов немного похожи. Да неважно, на кого они похожи, на самом деле. Вот важно. А получается в следующем. Ты говоришь, что вот человек обратился, прислал курить, пить. Но я тебе говорю, мусульман, 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 мусульман обратился, человек прислал курить, пить, курить. Ну, и что? А потом он берет автомат. Вообще автомат. Берет автомат или... Да, слушай, я тебе объясняю. Если хочешь узнать, у меня есть имам целый, знакомый. Можно сказать, мы общаемся очень близко. Он тебе может рассказать, как он с Богом, с Аллахом разговаривает. Чисто евангельские, точнее, не евангельские, а чисто вот высокая мораль, можно ее называть. Я тебе расскажу, каким он был до, каким он стал сейчас. Это не показали совершенно... Ведь он не ради Иисуса оставил это. Ведь он не по заповеди Иисуса любит врагов. Он по заповеди Мухаммеда берет автомат и идет на джихад. Кто такое? Слушай, я сейчас эту тему по делам закончу, потому что я тебе объясняю еще раз. По джихад идут всями мусульмане. Они говорят, что это не по исламу, кто берет джихад. Их проклинает одна часть других и так далее. Поэтому здесь, знаешь, они не все идут с автоматом. Где ты видел, чтобы татары, которые живут, значит, в Мусульманская республика, или, допустим, Кабардино-Балкарск, или Карачао-Черкесия, что ли, с автоматами бегают, что ли? Я не видел... Ну, вот это и рога... Я видел кого? Я видел одного за ислам человека, парня. Он был связан с воровской, с воровским путем и с наркотиками. А другой был связан с бизнесом, ну, так можно сказать, человек мирской, который интересуется, как заработать побольше денег. Вот это два мусульмана, которых я встречал за свои... Ну, слушай, мы что-то таких мало, что ли, у пятидесятников-баптистов, что ли? Вот, а... Я тебе скажу вообще, там, какой... Ты скажу тебе, что там просто кишит такими людьми в баптизме. Я тебе расскажу, потому что у меня отец-произвитер, я там был 27 лет. Там просто поколонно практически все такие. Вот, ну, я говорю про отделенных баптистов и про консервативных пятидесятников. И даже я говорю не столько про них, потому что они в членстве, и это членство имеет свои такие особенности, которые отличаются от апостольского учения. Я говорю про человека, который покаялся дома, в силу богоискательства обратился к Господу, начал читать на горной заповеди, начал их соблюдать не ради Мухаммеда, не ради общества Бруклинской башни, а потому что так сказал Господь Иисус. Ну, молодец, правильно сделал? Правильно сделал? Покаялся? Ну, так пусть пойдет в церковь теперь. Вот. И теперь он идет в церковь, и он там слышит, что там молятся Марии, чтобы их спасла Мария. Там он видит, что целуют иконы, и перед иконами зажигают свечи, как будто это какой-то идол, которому надо зажечь свечку, полить молочком. Он видит, что у индусов точно так же есть изображение божеств в окладах, как икона, да, золотые оклады. И перед ними зажигают свечи, и благоговейно плачут перед ними, и просят помощи. И плюс еще он видит, что там стараются сумочкой толкнуть, там кто-то во время литургии пробирается вперед, пытается сумочкой растолкать. Там шелест денег, естественно, прискуранты. Вот. И человек чувствует, что это противоречит учению Иисуса, который выгнал из храма не только продающих, но и покупающих. И он стоит перед вопросом, а что же мне делать? Где же те люди, которые любят Господа? Вот он встречает баптистов, и он видит, что у них есть это. Консервативных баптистов. Начинает к ним ходить, и постепенно у них принимает крещение. Потом они его отлучают, потому что он не во всем совпадает с их уставом. Вот. Это бывает часто. Это вот у меня минимум один знакомый такой. Я сам такой. Тоже был отлучен от баптиста. Ну и к чему ты говоришь? Я говорю к тому, что человек начинает соблюдать заповеди Иисуса. Ты сказал, что он соблюдает заповеди? Как ты можешь оценить, что он соблюдает заповеди? Потому что он оставил пьянство, курение, блуд. А мусульманин оставил пьянство, курение, блуд. Дальше что? Он оставил ради Иисуса? Это не важно ради кого, он оставил. То есть говоришь, что он соблюдает заповеди, не важно ради кого. Он оставил. Вот мы же говорим по делам. Мусульманин тоже так же поступил. Нет. Ради Аллаха. Он оставил ради Аллаха. Вот. А этот человек оставил ради Иисуса. Какого Иисуса? Который записан в Евангелии от Матфея. Неправда. Протестантского Иисуса? Может быть, да, он оставил. Согласен. Почему протестантского? Потому что протестантский. Есть такой Христос протестантский. Его ангельский. Ты открываешь Евангелие и ты там читаешь. Евангелие, опять я это... Кто написал Евангелие? Ну не православные. Кто православных написали? Пресвитеры, ученики апостолов Я понимаю Понимаешь какая ситуация? Мы опять разношались к тому Что ты говоришь написано в Евангелии Правильно же? Написано в Евангелии Кто дал Евангелие? Кто сказал, что это Евангелисты? Евангелисты, но почему ты не читаешь? Строят на Евангелии свою ручку Почему ты тогда не читаешь Евангелие от Фомы? Можно почитать У него другой дух И у него другая датировка Не важно, Евангелие от Фомы Есть, почему ты не можешь Евангелие от Марии есть, почему ты его не читаешь? Это важно, это важно, Алексей Оно датируется вторым веком И у него другой дух, другой стиль Кто говорит, что датируется вторым веком? Это Евангелие от Фомы, Фома написал Нет, я читал, что Евангелие от Фомы И от Марии, и другие Датируются вторым веком Кто это сказал? В энциклопедиях я читал Ну, что вторым веком датируется? Вот эти Евангелия гностические Но у нас тоже Евангелия, все, которые ты читаешь Они тоже датируются Самые ранние, третьим веком Дальше что? Каким веком? Этим Первым веком Потому что Игнатий Атехийский В 107 году цитирует Евангелие Ну, есть, которые Евангелие другие цитируют Дальше что? Нет Евангелие цитируется первым веком Истин Мученик в 150 году пишет Что мы на собраниях читаем сказания апостолов Евангелия Какие? Ну, не Марии Ну, апостолов Апостол Фома тоже был Ну Понимаешь, ты Я же говорю, что Если говорить об это О писаниях, допустим Да, в Евангелиях То есть разные совершенно Евангелии Поэтому я спрашиваю Кто сказал, что эти Евангелии правильные? Это сказала церковь? Это сказала церковь И она Сказала, что там написана истина Значит, церковь является Тогда они, понимаешь Вот здесь Здесь идет Опять-таки идет Мы сейчас возвращаемся К теме церковь У нас есть Вот ты говоришь Консервативные отделенные баптисты Я с ними Я у них был Скажу тебе сказать Три года Я учился в Петербурге И ходил к ним Вот Поэтому я прекрасно знаю Всю сущность там Происходящего Совершенно Вот Но опять Возвращаясь к церкви Ты понимаешь, какая ситуация? Где эти Значит Отделенные баптисты Были До 20 века 1961 года Понимаешь, что ты сказал? Да А где до 4 века Были те, кто молятся усопшим Или просит, чтобы Мария их спасла Простерла свою руку В первом веке были уже Где были до 19 века Те, кто крестят за деньги Или до 20 века Где были те, кто Молятся усопшим за деньги Вот Ну это было написано Это, во-первых, и было на Библии написано И в первом веке было Да есть исторические доказательства Тому Я не встретил в текстах Первого-второго века Призывов молиться усопшим Наоборот Молиться Отцу Небесному Через Иисуса Христа Первый-второй век Все документы об этом говорят Все документы? Все тексты Ну, до тебя дошли все тексты, что ли? Ну, то, что у нас есть в наличии Вот мужи апостольские Ну, я же говорю До тебя дошли все тексты? Ну, хорошо Из того, что до нас дошло Из того, что у нас есть По Большинству голосов И потому, что оно совпадает С писаниями первого века Хорошо Евреи молятся усопшим Может быть, разговаривают с усопшими Ну, как это? Если я могу молитву прочитать Иресскую Молитву усопшим Евреи молятся усопшим И что там просится? Спасите нас? А? Там просится спасите нас? Ну, прочитаем Хочешь? Продинтересно Ну, скажи Кто автор И датировку? Не, сейчас Современные Я про современные говорю Ну, современные Не желают Ну, как современные Они откуда взяли? Они же не выдумывают Это еще себе Евреи современные Молятся Они же взяли это учение Не с головы Ну, почему? У них Талмудические школы Уже К этому времени Много чего там Наталмудили В смысле? Ну Целые школы Талмудистико Талкование Со своими Правилами Со своими подходами То есть евреи Сейчас уже Вообще Полностью отошли Не те самые евреи Талмудистико Развивается Да? Так же Впрочем Как она развивается И в Допустим Католичестве Православии Да? Ну, хорошо Давайте Оттимите Значит Почитаем Так Сейчас Сейчас я Тебя Вот сирийское Почитаю Потом Тебя Почитаю Как это было То, что ты говоришь В документах Все это не правда Все это есть Поликарп во втором веке Пишет, что Блаженные апостолы Сейчас находятся В определенном месте У Господа Точка Он не говорит Что их молитвами Мы живем Или Не прибавляет Молитвами их Спаси нас Господи Или не говорит Братья Помните об этом И всегда призывайте Блаженных усопших На помощь Тем более Он не пишет Молитесь Марии Это появляется После второго века Наверное Даже после Третьего Молитвы Марии То есть Догматы Современной Православной Католической Они восходят Не столько К первому веку Сколько К первому Плюс четвертому Плюс третьему Вот так А у евангельских Оно больше К первому веку Потому что Основание вероучения Евангелия Тексты первого века Предания первого века Письменные Я говорю Что нужно держаться И устного Предания И письменного Но предание Должно быть Апостольским Как говорят И лютеране Поэтому тексты Второго века Для нас Очень-очень полезны Они отражают Что Из первого века Могло перейти Во второе И Практику Церквей Второго Первого века Так Ну сейчас тебе Ладно Например В текстах Второго века По истинным мученикам Можно увидеть Что Христиане Собирались В день солнца Что И в Христе Совершалось Каждое воскресенье Что Хлеб и вино Подавались Отдельно Вино Разбавлялось После Четвертого Пятого века Хлеб и вино Начали смешивать И насколько я понимаю Сейчас принимается Лжицей Смесь Смешанная Кровь и вино Апостолы Пишут Что Отдельно Чаша И хлеб Отдельно И истин Во втором веке Подтверждает Что чаша И хлеб Отдельно Ну и что Вот Тексты Второго века Показывают нам Практику Церкви Второго века Которая Скорее всего Почти Полностью Совпадала С практикой Первого века Это для нас Пример для подражания Вот так Должно быть у нас Во втором веке Написано Что Мы крестим Только тех Кто хочет Возродиться Кто принимает Наши учения И Юстин Мученик И дидар Пишут Что Крестящийся Должен Поститься Перед крещением И желательно Чтобы постился Крестящий То есть Ребенок Не постится Перед крещением Младенец А они Пишут Что желательно Чтобы постился Прещаемый И чтобы он Веровал В истину Наши учения Наши учения Я быстро не найду Конечно Ну Давай оставляем Но потом Давай эту Програницу Значит Давай короче Я просто говорю Могу найти Могу много Найти Мест Молитв Этих Евреев Которые молились Молятся сегодня За усопшим Стал точно так же Как и Соответственно Значит Сейчас Так Также В писании Много Об этом Сказано В Ветхом Завете Там В книгах Могу В Ветхом Завете Значит В Новом Говорят Что Якобы Отче Аврааме Пошли Лазаря Чтобы Охладил Язык Можь Это якобы Молитва Усопшего Хотя Там Усопший С усопшим Разговаривает Это Похоже На подтасовку Что используется Место из писания Просто Чтобы Защитить Практику Которую Ты любишь Поскольку Ты любишь Свою Мать Динаминацию Или Там Вы Приступили К торжествующему Собору Церкви Первенцев Написанных На небесах Там Не написано Что Вы Молитесь Там Написано Что Приходите К Отцу Первосвященник Ваш Ходатай Иисус Он Открыл Дорогу В нем Он Приводит К отцу Он Вождь Спасения Приводящий Сынов В славу Видишь Усыновление Граница Церкви Усыновленные Те У кого Дух Христов Дух Святой Те Крещены Духом Святым И усыновлены Богом То есть Ты хочешь Сказать Что Допустим По твоему Вене Что Церковь Ушла От Бога В 3 и 4 Веке Это Сложно Сказать Я Пока Что Только Изучаю Историю Ну Как Что Сказать По твоим Как ты Говоришь По твоим Словам Церковь Ушла От Бога Она Стала Поглоняться Идолам Стала Там Исказила Полностью Евангелие Значит Соответственно И ушла Ну Это К тому Аргументу Что Православные Говорят Господь Хранит Свою Церковь Он Не допускает Чтобы Она Ушла В Ересь Или Как Антон Дулевич Говорит Чтобы Она Полностью Ушла В Ересь Может Быть Какими Частичками Но Ты Вывод Делаешь Какой Что Ушла В Выводы Нам Надо Всем Делать Наверное Как Сообща Выводы Нужно Собрать Цитаты Нужно Собрать Исторические Данные Что У нас Происходит Мы Видим Допустим Какие Учения Были В Первом Веке Во Втором У нас Нет Данных Мы Во-первых Не знаем Историю У нас Вообще Ничего Нет У нас Есть Предание Которое Предано Было По словам В уши Наученное И Таким образом Предавалось Поколение В поколение Вот что У нас Есть У нас Есть Тексты И у нас Есть Росписи Катагомбы У нас Какие Что у вас Есть Это Мизерная Часть Что до Нас Дошло Это Просто Мизерная Часть Если Начнет Копаться У вас Вообще Многих Книг Нет Дальше Что Понимаешь Которые Были Утеряны В Совокупности Авторов И Текстов Если Бра Первый Второй Век У Нас В Совокупности Выйдет Наверное 40 Как Текстов И В этой Совокупности Можно Увидеть Что Молиться Надо Отцу Небесному Который Любит Своих Сыновей Дочерей И Заботится О них Молиться Через Иисуса Христа И Все Заботы Восторожны Это Твое Мнение Я Сейчас Говорю Про Гравитие Церкви Я Говорю Что По твоим Выводам Что Церковь Ушла В ересь Она Отпала Бога Начнем С этого Допустим Мы Сейчас Не Знаем Всего И Судить Одним Мозгом Все Тексты Я Не Могу Судить Ты Тоже Не Мозг Не Такой Продвинутый Чтобы Увидеть Это Все Понять Это Все На основании Тех Текстов Которые До Нас Дошли Что То Сделать Анализ И Понять До Конца Можно Понять Вопрос Заключается Следующим Исходя Из Того Что Ты Это Понял Церковь Ушла В ересь Получается Я Не Могу Таких Заявлений Делать Но Есть Люди Которые Так Говорят Ты Можешь Ты Сейчас Говоришь Мне Сам Говоришь Что Церковь Ушла Стала Марии Молиться Раньше Не молилась Тебе Стала Мария Молиться Раньше Христу Молилась Теперь Стала На Ш Усобшем Молиться И так Далее Так Это У нас Нет Доказательств У нас Много Исторических Доказательств Того Что Молились Усобшем Это На Катакомбах На Надписи Допустим Одно Из Одно Из Катакомбах Написи Молитва Усобшем Там Такая Такая Там Пишется Имя Моли Бога О Нас Так Ну Вот Это В Катакомбах Калисты Самые Ранние Катакомбы Это Не знаю Калисты Или Другие Ты Не Знаешь Нет Я Не Помню Точно Не Помню Просто Есть Росписи Второго Третьего Четвертого Пятого Века Те О которых Ты говоришь Молитва Усобшем Это Более Поздние Росписи Катакомбы Не Являются Свидетелями Первого Века Даже Они Ближе К Третьему Веку На Рубеже Второго И Третьего Века Насколько Я знаю Это Неважно Не Могут Нам Заменить Учения Апостольского Или Евангельских Текстов Или Текстов Первого Второго Века Более Позднее И Датировка Более Позднее Я Тебя Понял Но Вопрос Заключается Следующим Вот У нас Есть Канон Сочинного Писания В данном Случа Евангелия Ты Можешь Писать Ту Картину Сидят Триста Восемьдесят Епископов И Утверждает Канон Сочинного Писания То есть Читает Одно А делает Другое Ну Просто Можешь Такую Картину Понять Они Получаются Тупые Настолько Тупые Идиоты Получается Что Они Читают Евангелие И Это Совершенно Писание Мы Так Должны Жить А Сами Вообще Не Вздуг Ногой Не Туда И Даже Больше Того Допустим Что Тут же Самое Тут же Самое Тут же Сам Принимает Канон Сочинного Писания И Тут же Самое Эти же Самые Товарищи Не Отходя От Кассы Говорят Кто Препятствует Крещению Младенцев Да Будет Анафигом Ну Тебе Это Вот Уже Начинается Какая-то Шизофрения Да Какой-то Дисбаланс Тебе Православные Полги Это Говорили Что Уже К 200 Году Был Канон То есть Задолго До Появления Вот Этих Епископов А про Епископов Страшные Вещи Писал Киприан Карфагенский Что Они Оскверняли Девушек В церкви И Какой Процентаж Этих Осквернителей Попал На собор Мы Не Знаем Потому Что Мы Там Не Присутствовали Мы Только Верим Хвалебным Отзывам Что Там Были Лучезарные Светила Так Вот Уже К 200 Году Был Канон Был Список Каких Книг Какие Книги Читаются В церквях И Евангелие 4 Евангелия Там Упоминается И Послание Петра Павла Да И там Упоминаются Другие Послания Которые Не вошли В канон Что Дальше Ну Возможно Там Упоминается Откровение Петра Апокалипсис Петра Но Его Если Читать Он Действительно Назидательный Было Было Тогда Два Апокалипса И Апокалипсис И еще Было Откровение Яна Какого-то Два Была Апокалипсис Откровение Яна И было Еще Откровение Яна Так и Написано Откровение Яна Апокалипсис Две Книги Было Я Такое Не встречал Я встречал Два Апокалипсиса Петра Ну Вот Я Еще Кроме Кроме В каноне моратории не упоминаются две книги Ивана, только одна. Ну, я тебе могу, если что, выслать тебе информацию, какой был канон еще. Канон был, на самом деле, очень много различных пяти книг. Его утвердили на Карфагенском соборе первый раз, потом еще раз подтвердили уже на... Вообще, канон Священного Писания, можно сказать, завершился к 7-8 веку вообще, когда вошло в откровение Иоанна Богослова. Ну, все. Мне кажется, когда православные апологеты говорят про канон, это как бы такой трюк, как бы рычаг, чтобы не спровергнуть своего оппонента. Ведь апостолы писали свои послания, и эти послания переписывались и зачитывались в церквях. И к этим посланиям, к этим трудам апостольским, к этому учению Духа Святого не имеют отношения люди, которые молились неправильно, которые молились, чтобы их спасли усопшие или еще и там крестили без веры, причащали без веры, да, младенцев неверующих. Апостолы это записали, это передавалось от апостолов. Мужи апостольские это переписывали. Ученики апостолов писали Евангелие. Это переписывалось. Но нельзя сказать, что епископы 3-4 века являются авторами этих посланий, этих Евангелий. Даже есть информация, что они внесли какие-то там изменения. Ну, я же тебе объясняю еще раз. Вопрос, это понятно, что там. Я к чему хочу сказать, что, понимаешь, то есть, возвращаюсь к вопросу, что вот эти вот епископы, которые там находились, утверждали канон. Даже если там, допустим, в церквях он был, и они утверждали его. Говорят, да, этот канон. То есть, они говорят, вот этот канон, 20, там, столько-то книг, там, ну, 24 Евангелия, засылать во всем церквях, чтобы они только их, значит, служили там в церквях, значит, и только это читали вообще. То есть, да, понимаешь? То есть, да. Вот сейчас ты один, как бы, да, судишь об этом. И они, как бы, сидят там, там, почти 400 человек, понимаешь, принимают канон. И, получается, они приняли канон, к которому сами не живут. Вообще. Ну, понимаешь, что это полностью вообще дисбаланс. Да, да. К сожалению, к сожалению. То есть, ты, соответственно, своей головой начинаешь судить. Они неправы. Так, может быть, наоборот, может быть, ты неправ. Может, по-другому вопрос закрыть. Может быть, я неправ. Ну, вот неправ, значит, да. Значит, да, то есть, не может быть одновременно 400 человек быть неправы. Ну, конечно, может быть, в данном случае, но в данном случае, когда идет собор, который становится вселенским потом последствием, да, то есть, он может быть неправ. Ну, мы же не знаем, как они жили. Мы же не знаем, кто из них осквернял девушек. Вот я же говорил, мы не знаем. Мы много чего не знаем. И мы не знаем, как жил там тот же Сталин, там, тот же Ленин, там и тому подобные вещи в начале своего пути. Мы ничего не знаем. Много чего не знаем. А ты пытаешься судить, там, вот тот человек, который там напился, допустим, он пьяный там какой-то православный, там, да, мы тоже в жизни не знаем, что произошло у него в жизни, как он упал и так далее, понимаешь? Мы тоже ничего не знаем. Мы знаем, как это сказано, значит, передано апостолами, и как это все четко идет от апостолов, это учение. Вот что мы знаем. Поэтому мы можем с точки зрения учения судить. А правильно это учение, допустим, молитва Марии, там, молитва усопшим, там, да, допустим, еще какие-то догматы, которые не входят протестантам в голову, насколько они правильные. Мы это только можем судить. Ну, а ты пытаешься по делам поступать, понимаешь? То есть, ну, судить по делам человека вообще. Какой смысл в это не вижу? Ну, ты говоришь, что 400 человек не могли ошибиться. Но каков был среди них процентаж, так, безбожников? Или какой был процентаж... Ну, Дух Святой между ними был, Дух Святой между ними. Если мы сейчас говорим об этом, тогда получается, окей, тогда нам нельзя читать Библию. Потому что они утвердили какую-то ерунду полную. Так, у нас канон был уже в 200-м году, мораторий. Где такое? Какой канон мораторий? Кто его там, этот мораторий? Есть в Википедии текст канона моратория. Мы принимаем такие-такие книги. Ну, кто это мы? Ну, может быть, там 10 церквей мы принимаем такие книги. Какие-то хорошие. Остальные другие читали. Дальше что? Так, дальше... Это же не было вселенское. Это не было вселенского решения. Понимаешь, какая ситуация? Да? Письма апостолов передавались по церквям. Переписывались, читались в церкви. Тексты первого века читались в церкви. Но Ивангелие сами тоже передавалось по церквям. Спространялись? Дальше что? Ивангелие от Марии передавалось по церквям. Хорошо, читаем. Совпадает стиль Ивангелия от Марии и Ивангелия от Ивана? Или Ивангелия от Матфея? Конечно, совпадает. Почитай. Не совпадает. Почему? Евангелие от Никодимы похоже на Евангелие от Уанна чуть-чуть. Но Евангелие от Марии не похоже. Это гностический Евангелие с плеромой и со своим... Ты понимаешь, что я со своей колокольной говоря. Ты пытаешься колокольной. Стиль, не стиль. Какой стиль там был? Ты литературно подойди. Посмотри, стиль, словарный запас. Евангелие от Павла 11 и Петра другой стиль. У Иуды другой стиль. Ну, и послание Иуды и послание 2 Петра похожи по стилю между собой? А гностический проплерому не похожи на тексты Нового Завета? Там другие термины? Другие термины, что ты перевод просто читаешь. Ты же не можешь сейчас взять греческий почитать? Не можешь. Если там проплерому, про эонов и таким философским абстрактным языком, это абсолютно не похоже на четкие письма апостолов. Ну, окей, хорошо. Апостол Павел так писал, апостол Павел так писал, апостол Фома по-другому писал. У них... С другим стилем назовем так. У них у всех здравость, ясность, понятность. Опять ты судишься со своей колокольной, понимаешь? Какая здравость и ясность? То есть ты пытаешься судиться со своей колокольной. Я так решил, что я считаю, что так... А я по-другому считаю. Дальше что? Я считаю, что это нормальный стиль, который относится к древним текстам. Дальше что? Алексей. Понимаешь, какая ситуация? Возьми любого образованного человека, он тебе скажет. Опять, хорошо, образованного человека. Эти тексты звучат понятно, логично, структурировано. Окей, без проблем. А тексты про Плерому, про Эонов звучат, как какая-то абсурдистская мешанина. Ну, хорошо, окей. То есть, получается, опять у нас будет судить какой-то образованный человек. Это любой образованный человек. Любой человек, который начитан, он тебе по стилю определит. Что по стилю определит? Автора. Разницу стилей. Ну, что, что стили. Разные школы, разные люди. Разные стили. Разные стили. Я не понимаю, о чем здесь встреча вообще идет. Разное содержание. То есть, ты можешь определить по стилю. Как это относится к учению? Содержание разное. Ну, Иван Гатриана и Иван Георгий тоже разное содержание. Ну, не там, не там не сказано, что Плерому или полнота решила... Это уже гностическое содержание. Иван Георгий для гностических. Ну, слушай, что же с Иван Георгий и Иван Георгий и Иван Георгий. В Иван Георгий я знаю, что было в Дедахе, не в Дедахе, подожди, в апостольских правилах. 85-е правило, там был канон тоже совершенно описание, канон нового за это. Туда входили различные книги, которые не вошли сейчас в канон. Например, какие? Ну, послание Климита Римского, допустим, Ирма, значит, кто-то еще, я уже точно не помню. Ну и все. Вот. Не вошли, и там... Без Климента не был апостолом, и Ирма не был апостолом. А в Новый Завет вошли, так сказать, лучшие случаи. Ну, Марк тоже не был апостолом, Марк тоже не был апостол, Лука тоже не был апостолом. Ну, ученики апостолов и... так сказать... Точно мы не знаем, кто писал Евангелие от Марка. Ну, вот я же говорю, что мы ничего не знаем. Вот надо делать, надо говорить. Кстати, вот в списке мораторий говорится, что Евангелие от Марка написал Марк. Ну, кто такой мораторий? Кто его признает вообще? Какие церкви читали? Православные признают. Ну, правда, кто его признает? То есть, имеется в виду, что значит этот канон? Канон этот... Канон был утвержден на Карфагенском соборе. Все, понимаешь, там же упоминается и Ерм, что в церквях его читать нельзя публично, потому что он жил в наше время, в наши дни. Надо нам читать тексты второго века, особенно тексты первого века и Святое Писание, чтобы знать учения апостола. Ну, то есть, то есть, сейчас объясняю, то есть, значит, епископы в ересь ушли. Я правильно понимаю? Я не знаю. Откуда пришли учения, что отправляясь в дорогу, тебе мало помолиться твоему Отцу Небесному, если он для тебя отец, твоему владыке, если он для тебя владыка, а не Мария, твоя владыча. Почему ты, отправляясь в дорогу, должен обязательно помолиться усопшему Николаю? Совершить молебен ему, полчаса молиться? Ну, что значит должен? Что ты взял, что ты должен? Ну, есть такая практика, что отправляясь в крестный ход, молиться. Это практика, но это не является обязанностью, назовем так. Ну, мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас говорим о церкви, понимаешь? То есть, если больше молитвосопших, там это другая тема совершенно. Молитва Марии, это другая тема совершенно. Ну, ты меня спросил, ушла в ересь, да? И я тебе не могу сказать, как бы в каком году появилось вот это вот понимание, что недостаточно молиться Отцу Небесному, что нужно молиться людям. Как оно пришло, то точно я не скажу. Кто-то говорит, что это от язычников, что это греки привнесли, кто-то говорит, что это римляне привнесли. Не знаю. Знаю, что апостолы, церковь, в лице апостолов учат, все заботы ваши возложите на него, на Господа Бога. Все. Нечастично там о чем-то Господу молиться, о чем-то молиться Матроне, о чем-то молиться Николаю. Я сейчас не понимаю. Церковь ушла в ересь, а не ушла, я объяснила. То есть, вот, допустим, представь, пятый век, когда прошли, ну, допустим, девятый век, когда прошли все, значит, эти заборы, все остальное, и вот то, что ты сейчас рассказываешь, это и есть в церкви. То есть, никого нету. Ни баптистов, ни писатников, ни каких-то там еще других, там никого. Вот церковь. То есть, она вся ушла в ересь, стала поклоняться идолам. Границы церкви, церковь, это крещенные духом, это напоенные духом, это крещенные во имя Господа. Но у которых один дух, одна вера, одна вера, один дух, одна вера, одно учение. Одно крещение. Одно крещение, да. Вот те, кто любят Господа, кто не любят Господа, анафема. То есть, он отлучил... Где такое сказано? Кто не любит Господа, ты вообще, зачем тебе, ты будешь креститься, если ты не любишь Господа? Какой смысл его там? Потому что ты хочешь спастись, или ты симпатизируешь, крестишься, а Господа вот разлюбил и не любил. Ну, апостол Павел, апостол Павел сам сказал, что он не любит Господа. Дальше что? Симон Волв крестился, да? Да. И вроде бы уверовал, а вот любви не имел, получается. И то есть, апостол Павел Павел, кто-то сказал, что ты не в церкви вообще, Правильно понимаю? Ну, в погибель с тобой да будет во всерьез. Ну, то есть, он крещение ему преподал, неправильно? Ну, наверное, правильно. Но кто не любит Господа, анафема. Ну, это понятно, мы его просто не говорим об этом. Это уже потом по делам, а Бог будет судить уже церковь в первую очередь. Анафема, то есть, отлучать надо такого человека? Отлучать только можно от ереси чек-то решил. Если он не любит Господа, если он... Так если он не любит, он сам отлучился уже. Все, он сам отлучился. То есть, его до причастия допускать нельзя. А? Его до причастия допускать нельзя. Правильно? А никто не допускает до причастия, потому что человек, прежде чем приходит к причастию, он идет на исповедь. Если он на исповеди говорит об этом, и уже таким образом священник считает, если он не покаялся в своих грехах, в своих делах, то он не допускает его. Если он совершил грехи, то не допускает. Это уже вопрос священника уже. У него все инструменты, как говорится, есть. А что значит отлучать? Отлучать только можно от тела Христова, от еретики. Вот это люди, которые учат неправильно, уходят полностью и отделяются от тела Христова. Это да. Их только отлучат. Допустим, Лев Толстой, допустим, и другие велики, которые были, встречались на пути церкви, их отлучали. А если человек напился перед пьяницем, как его отлучать, я не понял. Что же отлучить? Он сам себя отлучил грехом своим. Ну, так, с таковым даже не есть вместе. Он не причащается и на трапезу Агапы он не допускается. То есть это про кого? Первое послание Коринфянам. Пьяницы, снаречивые, блудники с таковыми даже не есть вместе. Если ваш пресвитер или епископ блудник или пьяница, с ним нельзя есть. И Евхаристия его оскорняет людей, пишет Кипрян Карфагенский. Ну, блудники, пьяницы, дальше что? Где? Давай. Какое место писаем? Первое послание Коринфянам. Давай, Алексей, наверное, еще пять минут. И потом, если что, сделаем вторую беседу, если можешь. Ну, давай, мне место скажи. Интересно мне уже что-то. Так, ты что, лучше знаешь Игнатия Брянчанинова, чем послание апостолов Павла? Апостолов? Ну, я просто хотел бы дословно посчитать просто. Я помню это место, но до конца не помню дословно. Первый, конец, нам пятая глава, одиннадцатый стих. Кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, служит идолом, кадит идолом, цевует идолов, свежки жжет перед идолами, покупает идолов, продает идолов. или злоречивым, да, злоречие есть даже между православными пресвитерами, или пьяницей, любит пить вино, водку, пиво, или хищником, берет чужое. С такими даже и не есть вместе, значит, среди христиан, если такие есть, значит, с ними нельзя сообщаться, с ними нельзя есть вместе. Это отлучение. И в дедах и написано, кто обидит ближнего, оскорбит, обидит и не покается, с таким не разговаривайте. Вот это отлучение. С человеком, который, называясь христианином, делает сознательные грехи, прекращает сообщение. Ну, согласен. Дальше что? Ну, вот это можно отнести теоретические церкви. Так же и происходит. То есть, что происходит? Мы видим, допустим, что те, кто у власти, какие-то пресвитеры, епископы, творят мерзкие дела год, два, три. Их надо было отлучить еще на первой неделе, как только стало известно, или какой-то намек, что он выпивает, что он живет вне брака, сожительства, гражданским браком. Его надо было сразу отлучить. Его не отлучили. И вот прошло еще несколько лет, и весь город узнал. Здесь сказано про отлучение, я не понимаю вообще. Ну, не сообщаться с ним, это же отлучение. это не отлучение же. Как? Ну, а что это? Ну, он здесь написал, что все, ты ушел, ты отпал от Христа. Отлучение-то, ты отпал от Христа, ты отпал от церкви его, ты полностью выкинутый за борт, понимаешь ты? Божьего корабля, грубо говоря. Ну, это может быть разница в терминах. Я под отлучением понимаю именно то, что здесь написано, не сообщаться, и там, где дальше, извергните, извергните развращенного из среды вашей. Вот, отлучение, извергните развращенного. Это не отлучение. Что такое отлучение? Отлучение-то, когда человек своим поведением отпал от Христа. А каким образом человек отпадет от Христа? Поведение. Вообще поведение. Поведение мы все в чем? Хорошие, все идеальные, что ли, поведение? Ну, рожденный от Бога не грешит. Кто любит Господа, Да, слушай, ну ты вообще, как ты говоришь, если бы мы все не грешили, тогда Бог, Христос бы не нужен, никому и нужен был. Так нет, тот, кто рожден от Бога, не грешит. А что он делает? Святой, что ли, стал? Рожденный от Бога грешить не может, потому что семя Божие пребывает в нем. Ну, что дальше? Он святой, получается, стал. А если я говорю, что если нет во мне греха, то, значит, считай Бога лжецом, вот тот же самый я написал. Если я говорю, что нет во мне греха, значит, тогда. Да. Может быть, он призывал к покаянию, читателей. О, это опять может быть. Мы сейчас говорим об отлучении. Отлучение от церкви, Христос сказал, что, да, вот, я прочитаю, а потом можно будет завершить, допустим. Вот он сказал в Евангелии от Иоанна, 17 глава, не, не 17, 15 глава. Я и семистина военнородного заотече, с моим инорадом. Всякий у меня ветвь, не приносящий плода, он отсекает. И всякий приносящий плод очищает, чтобы боли я приносяла плода. Вы уже очищены через слово, которое я преподал вам. Прибудьте во мне, я в вас. Кто, как ветвь, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Вот и все, отлучение на самом настоящее. Я и семиоза, а вы ветвь. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот просит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Вот, кто не прибудет во мне, извернется в вон, как ветвь и засохнет, а такие ветвь собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Вот это называется отлучение. То есть человек, который не прибывает со Христом, который не вкушает его плод и тело, его плод и кровь, то, соответственно, он засыхает и отпадает. Либо он сам отпадает, либо он начинает впадать в ересь, соответственно, поучить это другому, и таким самым их отлучает, чтобы они не были вообще в обществе никаким образом. Тут говорится не про участие в причащении, тут говорится про плод. Если ветвь не приносит плода, то его плода. А как? Плод Духа не приносишь. Прибудьте во мне, я в вас, это есть причащение. Прибудьте во мне, и я в вас, это есть причащение. Шестая глава Иоанн Гатриана. Я читал? Там я желательно я correctly. То есть останьтесь во мне. Вы уже мои ветви, останьтесь во мне. Прибудьте во мне, и я в вас. Останьтесь в моей вере. Он уже сказал, что кто будет есть тело мое и пить мою кровь, пребывает во мне и я в нем. Вот что означает пребывать во мне. Он также говорил, кто любит меня, мы с отцом обитель сотворим у него. Вот рядом. 14-й глава, 23-й стих. Нет, мы говорим пребывать во мне. Ну да. Я в вас. Кто любит меня, он пребывает столько. Я сейчас говорю про пребывание во мне. Кто будет есть кровь мою и пить, есть плоти и кровь, кто пребывает во мне и я в нем. И кто соблюдает слово мое, тот тоже пребывает во мне. Это понятно. По-другому никак. Ты не можешь без Христа сам исполнять слово его никак. Своими силами. Потому что если ты пытаешься своими силами что-то там сделать, то у тебя нет просто возможности. Ты никто. Тебе тогда Христос не нужен. Зачем тебе Христос нужен? Если ты пытаешься просить своими силами. Никто он тебе пребывать не будет. Понятно, что человек, который постоянно пребывает, очищается, как бы исповедуется, ведет нормальную жизнь, как бы христианскую, то есть, он, естественно, дальше написано, он и всякую приносящую плод очищает, чтобы и более принесла плода. Он очищает. То есть, работает и так далее на человека. А всякий человек, который этим не занимается, он не причащается, он впадал в пол ересь, допустим, пьянствует, допустим, занимается ерундой, как бы постоянно, не приходит в храм, не исповедуется. Естественно, от него надо держаться. Какие разговоры? То есть, и так все делают. Ты сейчас говоришь, что вот такие-то они делают дела, допустим, эти епископы, допустим, различные там дела делают. Опять-таки, это делают дела епископы. Кто их должен заниматься? Церковь должна заниматься. Церковь должна заниматься. Это первое. Второе. Каким образом их, значит, те даром, которые они получили через рукоположение, каким образом он умаляется, этот дар? Никаким образом. Потому что те же самые сочинники... Даже сообщаться нельзя. Ты не понял меня. С ним нельзя сообщаться. С ним сообщаться даже нельзя. Не то, чтобы он тебя крестил или рукополагал. С ним нельзя сообщаться, с ним нельзя есть вместе. Его надлежит извергнуть из общества святых божих. Кто это должен сделать? Святые божие. Собрание в Коринфе. Нет. Кто должен сделать, вот, взвернуть? Собрание? Какое собрание? Мы же говорим про сегодняшний день. Кто должен взвернуть? Кто полномочен и его взвернуть? В сегодняшний день почему у вас отличается от первого века, это уже ваша проблема. В первом веке у них агапы, общая трапеза. Но общей трапезе, наверное, можно решить или перед общей трапезой. Слушай, Александр, я не знаю, что тебя перебиваю просто. Я просто тебе хочу сказать следующее. Тогда, когда был апостол Павел, людей было не миллионы, а были там просто, ну, может быть, там тысячи. и все. И были группки, маленькие группки людей, христиан. Ты сейчас просто пытаешься, вот эти вот законы, которые, апостол Павел писал, как бы не законы, а советы, назовем так, советы, да, которые транслировались на ту современность в рамках того существующего клада жизни и той группы, которая там существовала. Допустим, если у тебя там группка, которая стоит из ста человек, понимаешь, да, допустим, понятно, что ты можешь выбросить их и с ним не общаться. А если у тебя там, допустим, стоит там три, четыре, пять тысяч человек, понимаешь, то там действуют совершенно другие как бы советы в этом случае. И поэтому нельзя вот так вот рассуждать, как бы, да, то есть брать за этот, что вот именно так и должно быть со всеми. Когда у тебя есть верующие уже миллионы, понимаешь, там другие совершенно идут порядки, грубо говоря, на которых, которые эти порядки утвердила церковь во время ее развития, как бы, да, то есть на протяжении семейцев, семейцев, семейцев соборов. Но обычно в приходах сто человек, не тысячи. Да, разные. Есть собор, допустим, да, там есть храм, есть маленький там храм, допустим, да. И в этом приходе среди пресвитеров есть один, который с красным носом часто ходит, и какая-то женщина вокруг него вьется. И не нужно ждать десять лет, чтобы дочка этой женщины пожаловалась о домогательстве, а нужно сразу с ним разобраться и сразу извергнуть его, чтобы вот эта девочка не пострадала. Подожди, Александр, извергает, извергает сейчас Иссанов многих священников. Работает такая ситуация или не работает? Я не понимаю. То есть ты видел, сколько извергли людей Иссанов за последнее время? Каким-то образом может приход исполнить Славопавла и извергнуть развращенного и среди децептов. Он не может, у него нет полномочий это сделать. Ну, так, значит, устроена монархическая система епископских церквей. Какая монархическая система? Это не монархическая, это система, которую сам Господь Иисус Христос устроил. В дедахе написано призыв ко всем, да? Где? Соберитесь, вы рукополагайте, вы... Где такое написано, что вы рукополагаете? В дедахе. Рукополагайте себе пресвитеров, людей кротких. Дедаха это что? Это собор, на соборе церкви, принято, как я являюсь сейчас на основу это, что вы не понимаете вообще? Поскольку это текст первого-второго века, он ближе к апостольскому учению. И что, он прав? Конечно. А может, он дошел к тебе, выскажу на видео, откуда знаешь? Ты ничего не знаешь, понимаешь? Вот и все. Он совпадает с другими текстами первого-второго века. Ну, это по твоему суждению совпадает. Не по моему суждению, а по суждению любого здравомыслящего. Ну, как, апостол Павел, как это, апостол Христос сказал, я даю вам власть. Каким образом рукополагает может обычный член церкви? Я не понимаю, как он может рукополагать? Кто ему дал наличие? Тогда я, получается, пошел, рукополажу другого представителя, и мы создали новую церковь. Ну, так все получается. Я захотел, мне понравилось поругался с кем-то там. Возвращение то, что написано в Деяниях Апостолов, изберите из среды вас людей исполненных Духа, и мы их рукоположим. То есть, собрание выбирает, собрание... Ну, кто рукополагает? Может быть, голосует, да? Как-то голосует. Опять-таки может быть, понимаешь ты? Да. То есть, все опять может быть. Все опять-таки, если там... Суть в том, что сообщество, приход, участвует в изгнании, в извержении извращенного из среды церкви. Он участвует, да, с собой согласен. Но он не является как бы этим, так сказать... Он участвует в этом, с собой согласен, но он не является этим. Решающим. Полномоченным, решающим, полномоченным этим. Есть церковный суд, на котором это все обстоятельства рассуждается. Топуст, Апостол Павел сам сказал. Что, он не сказал, что ли, что там, при двух-трех свидетелях, значит, да, рассматривать дела по поводу Преситера. Он же сказал об этом, он сказал об этом. Допустим, кто-то там увидел, нос, короче, розовый там, и он начинает там миронос создать, допустим, да. Ты не можешь подойти и сказать, ну а что, мы его извергаем. Кто-то такой. При двух-трех свидетелях там есть спрятки, чутки основные. Ну и все. Не ты один. Я говорю просто, что общество, как общество выдвигало кандидатов на диаконы в шестой главе Деяния Апостола, так и общество извергает предотвращенного в этом послании Коринфина. Я с тобой согласен. Как написано, как Христос сказал, как отлучать. Он сказал, что, если что-то имеешь против браков, что ты имеешь против браков, иди скажи к нему. Ты сказал? Сказал. Он не послушал. Правильно? Что ты потом дальше делаешь? Что ты потом дальше делаешь? Со свидетелем, а потом с церковью. С свидетелем. Он не послушал. А потом куда ты возвращаешься? К церкви Вот так и есть церковный суд Который церковь сама отлучает от этого человека Все правильно Ты не можешь прийти там Сам Христос об этом порядок четкий сказал Ты не можешь сам прийти Даже собрались толпой Два-три свидетелей И ты должен в конце сказать церкви Когда церковь решит Что да, этот товарищ Нужно отлучить Извергнуть его из сана Извергнуть его оттуда Тогда пожалуйста, все хорошо Все работает Поэтому то, что ты говоришь Это немножко не соответствует Потому что порядок Христос сам обозначил И сейчас таким образом Церковь этому действует Есть церковный суд, четкий и ясно Куда подается заявление Не написано обратись в церковный суд Где будут сидеть толстяки на яхтах и джипах И вот эта кучка 10-15 человек Будет 20 лет рассматривать Следует ли прелюбодея священника извергать Пока таких дойдет Кучка не решает вопрос Ты наверняка в жизни не видел Как работает церковный суд Я слышал от секретарша От секретарша слышал Что поступают заявления И они волоки-то там Кипа, бумаг Это вопрос уже другой Это вопрос другой Это не относящийся к церковному Существу Рассматривается церковный суд На основании канона И потом выносится И потом это уже решающее Решающее, скажем, слово А потом за патриархом Ну не то, что решающее Последняя подпись Назовем так Ну короче Это другая тема совершенно Как это работает В общем Это все это дело То, что сейчас происходит Это дело делалось На протяжении веков Это все Кристаллизировалось Отрабатывалось Эти процессы в общем Но они совершенно Соответствуют Евангельскому учению Потому что просто-напросто Когда у тебя есть У тебя приходы Там миллионы человек Понимаешь В таком виде Как ты хочешь Как ты предлагаешь Это невозможность Просто нереальная Ты не знаешь Как я предлагаю Не, ну ты говоришь Что вот Его нужно извернуть Каким образом Что мы собрались Там С приходом Там 50 человек Его извернули Какие у нас полномочия Кто нам дал полномочия Эти давали Мне присутствие давал Такие полномочия Никому не вас Если вы Допустим Православное Да То вы можете Написать Епископу Или митрополиту Что У нас вот Пьяница И Сожительствует Беспака Почему ты считаешь Что они пишут Пишут И много раз пишут И делают И все И отключают Ответы ждут Долго Ответы Долго ждут Это вопрос Уже другой Долго Я не знаю Я никогда этим Не занимался Потому что Не могу сказать Настолько долго То есть У вас есть Свой устав Свои правила Я вижу Что Есть письма Апостолов Которые говорят Такого извернуть С таковым не кушать Да И Киприан Карфагенский Пишет От такого Евхаристию Не принимать Надо уйти От него И Клемент Тоже пишет Что Кто не согласен Пусть отделится Так что Нет Если ты Про церковь Христовую То есть У нас есть Канон Сто глава Собора В котором Сказано Каким образом Отлучается Этот Этот Ну Каким образом По какому Правилу Оценивается Да Допустим Что епископ От которого Нужно Чашу Как говорится Не Не пить Чашу С ним вместе В одном У нас есть Стоглавый собор Значит там Пятнадцатое Правило Там четко Расписано Понимаешь Если ты Если ты Сейчас Уберешь Слова Евангельские Слова Начинаешь На свой Лад Своим Мозгом Что-то Там Выдумывать Определять Каким-то образом Что нужно Я думаю Что это должно Быть вот так Вот Твой мозг Кто выдает Так не Делается Собирается Церковь Собирается Эпископы И они Решают А как Должно Быть моим Мозгом У нас Есть Тексты Первого Второго Века И они Между собой Синхронизированы У них Общая Тема Общее Понимание И так же Ты можешь Увидеть В толкованиях Дошедших За вот эти Восемнадцать Веков Что Идентичное Толкование Просто У вас Есть Правила Правила Вашей Динаминации Я говорю Не про Правила Динаминации Я говорю Что Апостолы Учат Церковь Учат Значит Грешащего Сознательно Извергать С ним Не общаться И с ним Не кушать Вместе У нас Правила Такого Делается Не принимать Правила Такого Делается Не знаю Я знаю Я вижу Что Сколько За это время Санов Уже Отвешились Люди Потом Ты говоришь Что Пребывать Во Христе Это Только Через Причастие А тут Не говорится О причастии В пятнадцатой Главе А тут Говорится Вет Которая Приносит Плод Которая Не приносит Плод Она засохла И она Будьте во мне Я в вас Пребывание Я в вас Во мне Это через Причастие Шеста глава Того же Варгатена Не только Он пишет Что Ваше пребывание Во мне Выражается В плоде А если Вы не приносите Плод То вы засыхаете И извергаетесь Какой плод Должны приносить Люди Добрые дела И Служение Господу Вот Кто не приносит Плода Для Господа Как ты можешь Сам приносить Плоды Добрые Не сам Просить его Чего просить его Наполняется его Словом Наполняется его Духом Израильтянин Мог просить его Наполняться его Словом И делать добрые дела В чем разница Не знаю В чем разница Я жил до Христа Допустим Живу до Христа Допустим Я попросил Господь Дай мне Исполнять твои заповеди На Пожалуйста Делай Почему Они не могли Исполнить заповеди В чем разница, понимаешь? Гипотетической какой-то, говоришь, вещь. Не, ну в чем разница? Израильтянин до Христа, который молился Богу таким же образом, ты много можешь в послании в этих посломах об этом у Давида прочитать, когда он просит, чтобы он исполнял запахи. Но апостол Павел написал там, что никто не исполнил, пришел Христос для того, чтобы спасти. Тогда в чем смысл? Зачем Христос приходил? Для чего он приходил? Надо было не приходить, просто помолиться Христу и Бог бы дал тебе возможность исполнять его заповеди. Все. Наполнил духом. Так. Зачем Христос приходил я бы? Зачем? Какой смысл в нем приходить было? Понимаю? Хорошо, давай об этом в другой раз. Да. Об искуплении. Ну, давай тогда в следующий раз, тогда как раз таки поговорим об этом, о причастии, значит, что он дает?